17 августа в Саранске стартовал финальный турнир всероссийских соревнований по футболу среди команд юношей 2004 года рождения. Первенство среди сборных команд межрегиональных футбольных объединений Российского футбольного союза проходит на натуральных газонных стадионах «Старт» и Ленинского парка. Матч за третье и первое место примет Мордовия-арена. За медали будут бороться 10 команд. Сначала им предстоит выявить сильнейшие коллективы в подгруппах, затем состоятся матчи, определяющие их итоговое место в турнире. В составе сборной Приволжского федерального округа болельщики из 13 региона смогут увидеть воспитанника и игрока молодёжной команды местного межрегионального центра подготовки юных футболистов Данила Шатарина. Но он не единственный на турнире, чьё имя связано с Мордовией. Главным тренером сборной Южного и Северокавказского федеральных округов является известный в регионе специалист в сфере детско-юношеского футбола Владимир Рыкунов. Экс-тренер молодёжки Мордовии год назад возглавил футбольную академию Алании во Владикавказе. Именно на её базе была сформирована команда, которая сегодня вступила в борьбу за медали первенства России. Команда состоит у нас из нашей академии Алании, команда состоит из Динамо Махачкала, у нас этот Шор Ставрополь, потом ещё есть один мальчик, который просто в школе на самом Владикавказе занимается. И один ещё есть у нас мальчик, который в Махачкале занимается. Ну так, селекционную работу в ППХ мы её провели, попытались всё сделать, просили тренеров, чтобы они нам видео прислали, смотрели, оценивали. Вот то, что сейчас здесь есть, амбиоз такой получится, он неплохой. В дебютном матче на первенстве страны юношем из сборной Южного федерального округа выпало сыграть с командой Москвы. Столичные футболисты начали матч активнее и весь первый тайм владели инициативой, которая к концу игрового отрезка воплотилась в два гола. Отличились Дмитрий Литвинцев и Рустам Юсубов. Однако перерыв не пошёл москвичам на пользу. Во второй половине игры они позволили южанам продемонстрировать весь свой атакующий потенциал. До поры до времени вся атака удавалась отражать голкиперу москвичей. Но в последнюю 20-минутку встречи подопечные Владимира Рукунова смогли совершить небольшой футбольный подвиг, забив три мяча. Причём последний победный гол, который стал результатом розыгрыша штрафного. Влетел в ворота москвичей за несколько секунд до финального свистка. Это спорт, тем он и важен, что надо биться до каждой минуты. От первой до последней секунды. Это было и в перерыве сказано. Потому что счёт 2-0, он в скользкий счёт. Потому что соперник в перерыве немножко успокаивается. Здесь какое-то время нам надо было перестроиться. Надо было понять, как соперник играет. Потому что все с листа играют, все сборные, состоящие из разных команд. И у нас состоит команда тоже из разных игроков. Хоть мы три дня провели сборную, всё равно это маловато. А единение, вот как раз единение команды, команда, она и славится тем, где она строится. Она строится в раздевалке, она строится на футбольном поле. Она добьётся до конца. У нашего Даниила Шаталина в сборной при Волжье дебют получился не менее удачным. Воспитанник мордовской школы футбола вышел в основном составе своей команды и забил два мяча. В итоге сборная ПФО одолела команду «Золотого кольца» со счётом 4-1. Анастасия Мишкина, Андрей Просвиркин, программа «Наш спорт».